Корпус школы номер 28 в посёлке Коренёво ждёт капитальный ремонт. Объект образования попал в государственную программу Московской области. Уже в середине октября здание будет закрыто для проведения занятий. Где будут учиться воспитанники школы и как будет организован образовательный процесс, разъяснили на родительском собрании. Там работала Луиза Едиозарян. Корпус 28-й школы на улице Чехова, бывшая Коренёвская школа номер 59. Здесь периодически проводили локальные ремонтные работы. Но здание, построенное в конце 60-х годов прошлого столетия, давно нуждается в глобальном обновлении. Стопроцентный износ всех коммуникаций, неудовлетворительное состояние кровли, учебных кабинетов и отсутствие вентиляции. Всё это отражается на здоровье и на успеваемости детей. Большое счастье, что сегодня федеральный бюджет, областной бюджет и, конечно же, местный бюджет предусмотрел средства на то, чтобы эта школа заиграла новыми красками. Будет отремонтирован фасад, будет полностью заменена кровля, будут отремонтированы окна. И таким образом будет создана абсолютно современная инфраструктура. Капитальный ремонт начнется с 14 октября, сразу после завершения первых осенних каникул. Школа вновь распахнет свои двери лишь 1 сентября следующего года. Вопрос, который волнует родителей, куда распределят детей на весь оставшийся учебный год. Самая ближайшая школа к нам относится к гимназии 56-я, три корпуса. Здесь мы вам показываем школьное отделение, которое находится на Мичурино, дом 14, куда у нас с вами пойдут 9-й, 10-й, 11-й классы в первую смену. Далее у нас второй адрес, это Федерина, дом 16, куда у нас пойдет начальная школа с 1-го по 4-й за минус 2-х классов. И также третий корпус, это на второй заводской, 28-й. Куда у нас пойдут два класса начальника школы и, соответственно, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й классы. Для удобства детей и родителей по указанным адресам запустят дополнительные автобусы и маршрутки. Предусмотрена компенсация расходов на проезд. Руководство общеобразовательного учреждения готово рассматривать каждый случай индивидуально. Например, чтобы дети из одной семьи попали в одну и ту же школу. Или чтобы отдельный класс обучался дистанционно. Результатом временных неудобств станет комфортное обучение в новой современной школе.